позавчера подумали даже позапозавчера и решили а чё постелим давайте новый ламинат поехали магазин жена выбрала какой цвет захотела это будет вот такой серый короче серый цвет на улице жарко под сороковочку где-то давит 37 38 наверно даже вечером сейчас время шесть часов уже поехал сегодня купил пылесос гивалтовский для домашних нужд пригодится оборвали карпит здесь шифонера там все всю мебель перетащили пока сюда в зал также купил пилу которая ездит по направляющим она может широкие доски резать кое-какие инструменты также коробку силикона тут килограмма 3 наверно шурупов 6 паундов резиновый молоток но и так по мелочевке вот все пока обрываем и бросаем сюда перед домом потом все это загрузим в машину спринтер и увезем пачку фанеры она по 20 долларов лист я взял 15 листов там по 20 чем-то что-то короче в районе двадцатки поехал в общем 15 листов закупил это на первый этаж по моему должно хватить может быть еще листа 3 посмотрим точно не знаю также утеплителя взял он был по 60 долларов за один рулон когда подошли к кассе нам это считает горит 79 на двадцатку больше мы сыном под переглянулись я говорю что-то не то проверь цену нет 79 ok пошли мы в другую кассу на кастомер сервис где там все отношения выясняют с клиентами продавцы с ними переговорили парень говорит сделали фотографию где она на витрине цена и название это три в одном там утеплитель от сырости там контроль шум короче контроль все такое как бы хороший самый я не знаю может быть лучше что то есть вот и показали ему что это 60 долларов там стоит хорошо но нам пересчитал и скидку сделал по 60 100 с тех 70 79 80 было 79 99 короче мы взяли пока 8 рулонов может быть еще два или три получается один рулон на 100 square feet одна пачка это 20 square feet почти там без чуть-чуть она выходит 19 95 square feet семь лет прям commercial warranty то есть можно в кинотеатре стелить как минимум и ничего с ним не будет но не знаю он такой широкий довольно доска из такой маленькой фасочкой как бы полукруг на краю по-английски был называется закругленный то есть это тоже взял сколько 15 16 пачек здесь надо еще докупить будет на десяток потому что это не весь это всего не хватит так что такие новости сейчас все это активно в дом будем заносить нас много поэтому только надо направление давать правильно там сейчас два сына работают жена я один сын поехал кое-какой инструмент купить выдавливать силикон большой для больших тюбингов потому что у меня он где-то есть но в гараже там такой порядок что я два маленьких нашел а большой нет но он где-то должен быть это точно знаю так что такая атмосфера работаем чё вот он цвет такой одна пачка кстати открыта почему-то было так что 20 лет карпиту но он кстати еще неплохо выглядел такого серого цвета тоже был так что все трудимся сейчас будем ламинат снимать от входа в комнате беспорядок проделали здесь пока еще офисе не делали в кабинете все сдвинули перепад поднялся на толщину ламината пол и холодильник теперь не входит ждем родственника который занимается этим делом у него весь инструмент если вот чтобы приподнять удерживать должен подъехать помочь так что масштабные работы идут из комнаты в комнату все перетаскивается благо детей много как муравьи раз раз все сделали здесь уже закончили в лаундре вчера заклинил пистолет это наш кстати тоже здесь уже три мана били на двери и здесь все будут машинки заносить зашпаклевать щели это кстати доску на бы поменять двери красить все стены уже покрасили на первый раз и теперь на второй раз вместе с рамочками потому что рамочки уже они покрыты праймером вот такие дела двери потом тоже будут меняться двери поменяем а коробки оставим их покрасим белый цвет как мы сделали в принципе патиодор ничего не заметно оттуда если выходишь сын уже закончил здесь все делает старший сын в основном пол я только чуть-чуть там сделал лаундре туалете закончили набили полностью утеплитель накручивали полностью листы подымали на полынча полностью во всем доме уровень это решили сделать проще чем срывать на кухне потому что там все на клею короче ну и теплее будет пол любом случае так что все едем на гарбич все увезем в мусор вот здесь проходят работы у нас резьба по дереву резьба по ламинату кстати затупилась уже полотно на пиле это мы купили это наша теперь на всякий случай пускай для дома будет весьма пользительно унитаз ночевал на улице mercedes шоке короче от такого телефон упал все камера вся в пыли все поехали на гарбич отвезем посмотрим сколько это будет стоить все разгрузились сейчас взвешиваемся красная стрелка зеленая все вперед наш номер 54 заехал купил не остающие пачки еще 8 штук взял уже запасом чтоб уже на офис хватило на кабинет так что надеюсь это все поехали все было куплено в магазине home depot и лавс то что 3 мая идут на двери на плинтуса это было власть и куплено приехали домой привезли ламинат рабочее место вот такие вот дела первая комната которая готова это лаундри по-английски там где машинки стоят пастик постирочная в общем все покрасили только эту дверь еще не закрасили но это уже мелочи и вот эти двери сейчас вопрос стоит не знаю или купить белые или покрасить и такая дверь стоит 60 долларов без замка а с вырезанным кругом под замок и под петли по моему 70 долларов может быть эти две двери еще докупим вот такие дела все теперь чистота и порядок как новый дом в этой комнате еще вешалку повешаем все это на место главное чистенько и аккуратно все а здесь конечно дальше показывать не буду потому что свет надо растаскивать по углам так идем в зал пилу с улицы заношу на ночь потому что все тащат местные люди серый лицо попроще вот клиент у нас помощник все инспектирует ходит эту комнату закончили полностью тоже все покрашено теперь нужно только затаскивать диваны вешать шторы назад и так далее сосед каждый день форвиллер свой прогревает что с ним делает не знаю в гараже газует вот на этом столе ставлю пилу и мы там с сыном режем на ней перед домом ну вот такие вот дела там я стенку делал здесь был раньше полностью зал туда до южной стороны дома и всегда такая была яркая солнечная комната а потом здесь сделали перегородку и как бы сделали отдельный офис и вот теперь чтобы эти нащельники старые убрали и прибили такие планочки жена придумала такой дизайн не знаю вроде бы ничего получилось красиво серый лапу дай лапу ну дай лапу этой котяра этот парень весит уже 8 килограмм занесли диваны поставили жена говорит не хочу ничего лишнего вешать на стены семейная фотография наша 3 или 4 лет давности а так все без изменений так ремонт полным ходом идет сегодня шестой день сейчас короче я чё делаю это замерил кухню полностью газовая плита посудомойка дешва шар здесь холодильник стоит и под низом под кабинетами получается полы подняли примерно пол нича этот ламинат толщиной но он довольно вот он вот этот лист он довольно так довольно толстый вот его в общем теперь на это расстояние не входит стандартная досточка а стандартная досточка идет три с половиной вот теперь надо три восьмых отпиливать получается 3 1 8 вот такое будет расстояние я сейчас нарезал полностью весь комплект на плинтус и сделал чертежик такой кухни выставил расстояние и теперь на это ленточки подгоняю доски снимаю чтоб она туда внутрь зашло под него вот такие нюансы так работаем дальше заводим выставил эту досточку здесь на струбцинки на клеммсы потому что он то стандартная штуковина которая здесь зажимом она только вот досюда упирается получается в держатель поэтому чуть пониже завел потому что мне снимается всем немного интересно здесь даже лампочка есть но это пили кстати удобно а вот на этой вот хотелось бы чтоб линия была красная ее нет как раз начали делать ремонт его вторник сломался холодильник сегодня суббота сломался такой вентилятор фен перегорел внутри и получается так что снизу морозить все замерзает в морозильной камере и даже и в простом холодильнике там огурцы помидоры все замерзает до льда а вверх фен этот он воздух давит и распределяет холод вверх он не дует вверху даже там ну как бы так почти не теплая но температура недостаточно все тает вот в общем мастера вызвали посмотрел 100 долларов заплатили ему за вызов русский приехал мужичок разобрал посмотрел вроде что этот фен не работает ну ладно 100 долларов за вызов и за то что причину нашел дал мне винномбр мы на интернете нашли коннектор все такое же полностью и в общем 23 доллара стоит это запчасть купили у сына аккаунт на амазоне заказал его и и пришла эта штука за день или два за два дня сегодня поставили в общем и вот лампочка тоже led вот такая вот с четырьмя маленькими с тремя маленькими светиками яркая все тоже перегорела в холодильнике сколько она стоит как вы думаете вот это вот ерунда вот это именно с таким коннектором раз два три 80 долларов мы подумали решили лучше со свечкой ходить в морозильную камеру чем за вот эту ерунду 80 баксов еще плюс пересылка видимо или такса там налоги на наш штат ну короче 85 долларов вот это вот ерунда вообще ужас какой-то вот такие дела ремонт начали холодильник сломался вот такие бывают вещи никогда не подумал думал там три копейки в базарный день 80 долларов вот так мал золотник да дурак ладно после ремонта в гараже какой-то тотальный хаос инструменты все на все это разгрести вот это все навести порядок шланги там пристреливали молдинги и плинтуса все это дело ужас просто какой беспорядок ну ничего так это делаю там на ютюбе так рукой и раз краткий обзор полы достелили кухня и границу оставили уже с переходом в кабинет офис на двери поменяли ручки черные навесы вот такой пол отремонтировали холодильник кстати я говорю что он ломался как раз в это время так что пол теперь весь в один уровень что жена варит варенье малиного это хорошо поставили дверки новые теперь тихо закрываются все светленько так в общем жене нравится дом это где твои файворит как бы лучшие воспоминания это называется дом так вот такого цвета в общем серый получился пол новые плинтусы везде эти понабивали и теперь идешь так плавно плавно и везде один уровень я первые дни с непривычки шагал думаю когда же будет мягкий карпет здесь был ламинат немножко у входа а дальше карпет а теперь всего в один уровень ну а так как-то вот теперь как светло шторы сняли не знаем повешаем что-нибудь или нет может ли она что-то придумает как-то сейчас так дышится аж свободно просторно стало семейка наша вот теперь светлая комната такая шторы эти провисели долго они так смотрелись вроде бы но уже пришло им время вот такой ремонт все двери кстати поменяли хитрость такая что продается дверь новая и она немножко шире старый размер идет там 28 меньше 28 и quarter 32 32 и quarter вот так все специально чтобы движуха была и мы каждую дверь подрезали на циркулярки то есть у меня такая пила есть полностью вдоль quarter отрезали от каждой двери потом ручки новые купили везде поставили эту дверь тоже подгоняли полностью с тыльной стороны я потом стамеска вручную вырезал под каждый навес место здесь вот обновили жилище теперь твой запах заходишь вообще как будто новый дом как-то непривычно даже эта печка тоже на отправку готовится уже распечатали здесь все на компьютере куда отправлять что все готово адрес надо будет коробку купить материалы кстати на ту комнату на последнюю остались уже все закуплено так что надо будет теперь выбрать денек оттуда все вытащить и застелить и совсем уже недолго там немного осталось тем более опыт есть все шурупы силикон все это в общем лежит вот такие обновки у нас сделали весь этот ремонт полностью все покрасили полы сорвали все закупили забили подогнали все это дело заняло где-то 10 рабочих дней сами делали теперь полы такие жесткие не скрипит нигде ничего все четко рыбок перевозили воду поменяли сын любит один из старших 2 рыб любит надпись такая не стучите по стеклу рыбы просят ладно всем удачи всем пока до следующего видео кстати по ремонту вот фанера на комнату на полы это ламинат такого цвета и вот они двери остались хорошие добротные старые двери которые поставили мы белые новые они как бумага папье-маше вот это вот такая мокрая форму залитая реально но прослабили все эти такие с фанеровки крепкие двери их выкину просто за дом поставил пока здесь порядок навели все чистенько опилок было столько что все не смог отсюда убрать перепутались с барком нас будет взрыхлить все а так как будто ничего и не было навели порядок все чисто и аккуратно как и должно быть все захожу домой пока